Всем привет, с вами Реанор и прекрасного вам настроения. Итак, в прошлой серии мы вывели на орбиту Атомиколайзер. А в этой серии я выведу следующий модуль под названием Retrace Science 1. Все-таки я решился, что я буду исследовать нашу Дюну. Это эквивалент Марса в Kerbal Space Program. У меня запланировано 4 эксперимента парных с помощью него. Значит, один эксперимент я возьму, двойной забор материалов. В акшн-группах я их уже назначил. Вот, под номер один у нас будет забор эксперимента. Просто за пределами, то есть уже непосредственно в солнечной системе. Второй эксперимент, который я планирую, это будет забор на подлете. Всего того же самого информации уже непосредственно на высокой орбите Дюны. Третий эксперимент, это уже будет на низкой орбите Дюны. И четвертый эксперимент, который я хочу совершить, это я буду делать аэробрейкинг, то есть маневр торможения в атмосферу. И вот в этот момент я хочу забрать еще атмосферу, ну и все сопутствующие материалы на Дюне. Запуск, запуск уже время готово. Запускать буду с помощью Hammer 4, несмотря на то, что вроде система старая, да. Ну, она работает, это самое главное. Для моих целей этого более чем достаточно. Ну вот, и думаю, что она, эта система прекрасно выведет на орбиту нам необходимый модуль. Но этот модуль не единственный. Я все-таки собрал еще один модуль. Вот, ну, но очень важно. Между тем, тогда единственное, что хочу проверить, не задействуется ли RCS-баки, пропеллант, лишний раз. Да, он отключен. Монопропеллант не будет задействоваться лишний раз. И поэтому мы готовы к запуску. Надеюсь, я вспомню правильно, в какой последовательности что выпускается. Вот, кажется, первым мы должны обходить именно топливные, твердотопливники. Вот, затем боковые ступени, верхние. Ну, вроде как-то так, да. Летим, летим на орбиту. Вот такая вот конструкция. Она, как вы видите, здесь 4, здесь 4. То есть это средний элемент. То есть будет еще один элемент. который наш движок, атомиколайзер, должен будет доставить, надеюсь, успешно доставить, на орбиту дюны. Но об этом позже. Конечно, можно было бы исследовать, наверное, спутник дюны. Ну, я замахнулся, и надеюсь, у меня получится нечто большее. Даже несмотря на все условия, которыми я себя ограничил. А именно тем, что все части, все объекты... То есть все возвращается обратно на Керпин. Для повторного использования и... Для того, чтобы насырять атмосферу космическими обломками. Так, ушли. Как-то не очень красиво ушли, но ушли. Надо будет доработать, наверное, где-то что-то... Видимо, в механике изменили игры. И поэтому не совсем корректно отошлись боковые ускорители. Не знаю уж. Конструкция не совсем правильно отработала. Но, тем не менее... На самом деле, у нас уже есть более удобная... Система запуска. Но мне что-то захотелось... Все-таки использовать... Так же, как и советские и российские ракеты... Сделанные черти, когда в древние времена прекрасно отрабатывают и запускаются, Потому что они экономически эффективны. Так и что мешает мне точно так же... Системы, которые уже проверены многими запусками... Точно так же использовать для выведения на орбиту грузов. Весь вопрос в том, сколько мы выводим на орбиту. То есть, если у нас тоннаж соответствует... То соответствует и то, что мы запускаем. То есть, и поэтому проверенные системы... Не спешите от них отказываться. Или строить по новой. Надо достаточно просто использовать то, что уже есть. Тем более, что саб-ассемблисты, которые появились еще в предыдущем обновлении... Они прекрасно, прекрасно позволяют делать эти вещи. Прекрасно соединять между собой новые объекты. И не заморачиваться сильно. Так, ладно. В принципе, вы все это уже видели в прошлых сериях. Поэтому встретимся уже на орбите. Итак, мы уже на орбите. Практически. Набираем уже нашу орбитальную скорость. Вот, отстрелим на последнюю ступень. Теперь нам останется только... Отстрелить выводимую конструкцию. Надеюсь, она выйдет в целости и сохранности. На уровень орбиты. И раз у нас уже образовалось некоторое количество времени, так как я уже думаю, что сейчас достаточно быстро выведу систему, все-таки. Вот. То, наверное, я в этой серии еще расскажу немножечко об астероидах. об астероидах и о всем, что с ними связано. Так, главное тут не перестараться. Не сильно задрать орбиту. Так, я еще не в полную тягу действовал. Какой молодец. Ну, ладно. Это не суть важна уже. Сейчас аккуратненько, аккуратненько. Циркулизируем нашу орбиту. Все-таки я буду ее стандартизировать на 80. Так, мне не нравится, как она отработала. Почему? Ну, да и ладно. Нравится, не нравится. Спи, моя красавица. Разгонюсь отсюда, да и все. Конечно, придется из-за этого задеру немножко там орбиту. Но, с другой стороны, главное, главное, чтобы у меня орбита не совсем была одинаковой. То есть, в таком случае, когда-нибудь они по очереди друг за руку встретятся. Примерно в этой точке, кстати говоря, у всех все это будет происходить, так смотрю, да? Да. Вот. В принципе, я даже не знаю, стоит ли оставшееся топливо использовать. Короче, оставлю-ка я это дело тоже здесь. А, да, кстати говоря, что еще особо интересное. Помните, в прошлой серии я делал маневр, да, подготавливал маневр, что через когда-нибудь, прям через некоторое время, циркулизировать орбиту буду. Так вот. Все просто замечательно. Телефтрекинг-стейшн, да? Вы свой маневр. Ваш маневр теперь не исчезнет никуда, как раньше это было, да? Посмотрите. Вот, пожалуйста, маневр. Что через одну минуту, 40 секунд, его нужно выполнять на циркулизацию, то есть, естественно, все-таки я так и не разобрался, как менять время маневра. Где-то это было, а где я просто пропустил и потерял. Так вот, а об астероидах. Есть такая же колонка, да, появилась как Unown, Unown Objects, то есть, неизвестные объекты. И вот, если мы отдалимся, да, как раз-таки именно их, я только, давайте, вот, правая кнопка на них, и вот появляются неизвестные нам объекты. Мы можем назвать TrackObject и увидеть, что этот объект пересечется, будет проходить рядом с Кербином через 97 дней. Этот объект, например, у нас пересечется, войдет даже в взаимодействие с Кербином, да, с Encounter, через 127 дней. А данный объект, то есть, чтобы объект начал отслеживать, да, мы можем их всех нажать, Tracking, и вот, смотрите, вот, еще, еще ближе с Кербином сойдется, да, через 183 дня, правда. И вот каждый такой объект, правда, как будет проходить, это так называемые астероиды. Вот, я их, наверное, всех возьму на заметку. Так, на всякий случай, мало ли, а вдруг пригодится. Вот, а вдруг к тому времени мы как раз созреем. Ну, то, что у нас появится достаточно научных данных, и вот последний неизвестный нам объект. Вдруг у нас появится достаточно научных данных, чтобы взять и научить, и захватить эти объекты. Ну, вот, эти астероиды, посмотрите, как минимум, да. Так, еще один неизвестный объект, кстати говоря, появился, пока мы тут, туда все, 5-10 разговаривали. Давайте посмотрим. То есть, эти объекты, время и времени, появляются на кербинскими астонавтами, отслеживаются. Это различные размеры астероиды. Вот, астероиды, они, как видите, бывают различных размеров. Вот, Сигнал Стрэндж, это говорит о чем? Насколько точные данные, скорее всего, по нему появились. Показано, когда он был обнаружен. Вот. Такие вот дела. То есть, к ним можно особым образом прицепиться, схватить их, что называется. И поймать, захватить их, с ними поработать. Да, вот смотрите, еще один сгнирился. То есть, действительно, большое-большое количество их появляется. То есть, я вот только, только начал... Видимо, как только я снимаю какие-то данные, да, сразу эти объекты виднеются. Ну, не знаю, каким образом они генерируются, я врать не буду. Вообще, просто, просто не знаю, как это происходит. Но то, что их можно достаточно легко вот так вот найти, очень интересные достаточно. Вот, смотрите, всего лишь в полукилометре от Кербина будет пролетать данный объект. И с ними можете как-то взаимодействовать. Вот. Ну, у нас впереди миссия на дюну. Мы не спланировали, мы ее выполним. И в качестве затравки я покажу все-таки, что я собираюсь вывести. А в следующей серии на орбиту. Это у нас будет Red Collector. То есть, данный объект, как видите, это уже непосредственно лендер. Лендер, который, я как надеюсь, будет, сможет приземлиться целиком, как есть, нам дюну. И целиком, как есть, вернуться с ними. Взяв при этом научные данные. Достаточно, ну, как бы, не так уж сильно много, да? Да, кстати говоря, я хочу взять научные данные в нижних слоях атмосферы. Давайте-ка проверим, кажется. Ну, так и есть, я молодец, конечно. Нужно будет переназначить меня, так как первые четыре объекта у нас заняты. И система будет одна. У меня на пятерку и шестерку нужно будет переназначить заборы данных. Вот, один из данных, одни из данных будут браться уже в нижних слоях атмосферы. То есть, перед самой прям землей, ну, в смысле, поверхностью. А вот другие данные будут браться уже непосредственно на самой поверхности. Также мы вылезим, поставим флаг обязательно. Система лестниц, ну, нужна будет для того, чтобы по новой запаковать парашюты. Потому что мы эту систему еще должны будем вернуть на Кербин, да? Вот, и запаковав парашюты, забрать еще сэмпл. То есть, спуститься с этой системы, взять образцы почвы и вернуться. Вот, в принципе, план миссии. План миссии на дюну. Всем спасибо за просмотр. С вами был Раонор. Пока-пока. И счастья вашему дому до следующих серий. Субтитры подогнал «Симон»